Второй стих. Значит, мы прекрасно с вами понимаем, что если Бог это обещал через пророков, то Он это обещал в иудейской среде. Все пророки были иудеями. И вообще раньше, если какой-то язычник хотел верить в Бога, который сотворил небо и землю, он предполагал решение уже не быть идолопоклонником, не верить ни в камни, ни в литые какие-то кумиры. Он хотел поклоняться живому Богу, Богу сотворившему небо и землю. Однозначно он должен был присоединиться к еврейскому народу. То есть, он должен был начать жить так, как живут вот эти люди. И в Торе, в Пятикнижии Моисея, подробно описано, что не все то, что нужно было делать евреям, нужно было делать так называемым празелитам. У них были определенные попуски или поглажки. То же самое мы находим. То есть, для них это не обязательно было. Но если не хотели, они могли это сделать. Но не обязаны. А евреи обязаны были. Когда наступает новозаветнее время, приходит на землю Мессия, умирает за наши грехи, воскресает. Дальше следующий этап распространения Евангелия уже идет через его учеников. Апостолы, собравшись на Первом Иерусалимском соборе, имели мудрость не налагать на язычников и веровавших обременительных каких-то вот таких жизненных вещей. И они сказали, достаточно им четыре вещи. В другом месте пять. Основных сфоргулировано четыре. Причем три касались Пешаута, и одно касалось чистоты жизни в браке. Нельзя было кушать удавленину. Нельзя было кушать кровь. И идоложертвенность. Спасибо, да. В четвертой написано неблудительным. И пятое, золотое правило Тори, не делай ближнему того, чего не желаешь себе. Все. Сегодня поменялось. Люди говорят, а что ты это не делаешь, что ты то не делаешь? Я говорю, я хочу жить как еврей. Поэтому я это не делаю. А что, вам мешает? Не, ну мы же свободны в Иисусе. Я говорю, ну да. Я же тоже свободен или нет? У людей понимание свободы сводится к тому, что тебя или меня надо заставить жить так, как живут они. Тогда это свобода. Как бы, не понимаю я, а где же тогда свобода? Китаец, допустим, пусть кушает жучков, червяков, разную жирность. Нормально? Это их культура. Вы же не будете это есть. Особенно сёстры. А тут вот креветки не ем. А что ты эти креветки не ем? Такая вещь вкусная. Вкусная, но я не ем. А что, ты под законом? Я говорю, нет, я под благодатью, поэтому я не ем. Хорошо мне от этого. Трудно людям понять, вот, да, о чём я говорю. Стереотипы. Итак, Бог обещал через пророков и обещал это конкретно еврейскому народу. Изначально евреи были избраны Богом к тому, чтобы распространить познание о Боге во всём мире. И они должны были донести свет Торы другим народам. Поэтому, когда Шауль пишет эти слова о себе, он понимает ответственность, возложенную на него, как на еврея, что он должен теперь донести до понимания других народов свет этого учения. С поправкой на то, что Мессия уже пришёл, и он известен как Личность. Всё остальное он будет делать, исходя из своего мироощущения и понимания жизни. На мой взгляд, Раби Шауль не просто гениальный человек, он больше, чем Гаон, в моём понимании. Я объясню сейчас почему. Дело в том, что Гаоним или Хахамим, опираясь на опыт предыдущих поколений и осмысливая то, что они озвучили, продвигали дальше вот, это то, что в иудаизме шло уже параллельно с мессианским движением. Они развивали и продвигали дальше те мысли, которые уже когда-то звучали, были сказаны. Раби Шауль делает просто колоссальную вещь. То есть он передаёт концепцию единого Бога и единого Мессии в языческую среду, для которой мироощущения и вообще жизнь связана с многобожием. Представьте себе, какое нужно иметь глубину понимания и как нужно точно формулировать мысли, чтобы человек, который привык и вырос, с молоком матери впитал языческие ценности, то есть многобожие, изменить эту, изменить вот эту идеологию, эту теологию, да, и отказаться от неё, приняв идею о том, что есть только один Бог, который сотворил небо и землю. Если вы внимательно будете изучать послание Павла, а этот человек написал половину Нового Завета, то вы увидите, что он особый акцент ставит на том, что верующим язычникам, там, Ефесянам, Галатам и другим, после того, как они приняли Иешуа как своего Мессию, им нужно убрать из себя, из своей системы мышления и восприятия, вот эту систему многобожию. Дело в том, что язычнику, в принципе, легко было уверовать в Иисуса. Почему? Потому что система многобожия, он уже верит в Севса, Юпитера, кто там ещё? Афродита, Венера, Астарта – это Восток, нет, мы сейчас говорим о греческом. Вот, Аполлон, да, там, Гермес. Он в это всё верит. И тут, опа, ещё какой-то Иисус, который оживляет людей, воскрешает мёртвых. Ну да, как бы, а что не принять? Нормально, как бы, пусть будет. Понимаете? Разум легко впускает эту мысль вовнутрь. Проблема в том, что надо потом освободиться от остального. Над этим и работает Павел. В этом его гениальность. В этом прорыв, который он осуществляет. Понимаете, да, что я пытаюсь сейчас сказать? Еврею, который должен поверить в то, что Мессия – это Бог во плоти, и это Сын Божий. Сегодня в Израиле, если вы там говорите, Сын Божий, могут посмеяться. А что, у Бога есть Сын? Ха-ха. Кому приходилось это слышать? Поднимите руку. Я отвечаю, конечно, есть. А что ты об этом не читал в Танахе? Второй Псалом, например. Да, Амар Телехаб Нета. Сказал я тебе, ты Сын Мой, я ныне родил тебя. Танах однозначно говорит, что у Бога есть Сын. Талмуд тоже самое говорит. Книга Иолкут. Великолепный мидраж о том, что прежде чем Бог сотворил Вселенную, вообще материальный мир. Он спрашивает у духовного, да, вот мира, кто, я сотворю, я хочу сотворить мир человека, но я знаю, что человек, он потеряет свое достоинство, он согрешит, он упадет. Кто исправит это? Кто готов умереть за этого человека? Кто пойдет и умерет? Кто искупит? Мидраж говорит, никто не согласился, только Сын Его сказал. Отец, я пойду, но при одном условии. Отец сказал, какое условие? Он говорит, всех тех, за кого я умру, ты отдашь меня, они будут моими. Это мидраж. Понимаете? Это еврейская мысль. И это еще, и это уже время Нового Завета, потому что Талмуд кодифицирован был в Аггалонске в седьмом веке. То есть, седьмое столетие. Христианство уже почти столько же, вот 700 лет. Там, конечно, ранние части Талмуда, там Мишна и так далее, это тоже было вот на самой, на нулевой точке, так скажем. Но вообще идея Нового Завета для евреев, она же была, она очень животрепещущая и горячая была. Сегодня, когда ты, евреев, говоришь Новый Завет, шарахаются, боятся. В первом веке этого не было, друзья. Существует очень такой серьезный, известный документ, он называется Садовский, не Садовский, а Садовский документ. Еще он называется, Дамасский документ. Это рукопись, написанная на древнееврейском языке, датируется первый век до нашей эры, первый век нашей эры. То есть, это бедюг в то время, когда живет Ешел. Понимаете, да? И вот этот Дамасский документ в двух местах назван Новым Заветом для Дамасской диаспоры. То есть, для евреев первого века считать какую-то книгу, написанную евреями, как аллахическую книгу, в которой озвучены какие-то законы, предписания, как жить вот евреям в Дамаске, за пределами Альцисрея, другими словами. И там написано, это Новый Завет. И никто там не дергался и не пугался. Поэтому, для того, чтобы сегодня как-то дискутировать с евритоговорящим населением, я думаю, мы все-таки должны быть подготовлены, и мы должны знать похожего, подобного рода вещи, для того, чтобы нас не могли атаковать, и мы не могли там как-то ответить. Здесь написано, что о сыне своем, который родился, обратите внимание, 30-х, от семени Давидова по плоти. Вот то, что я сейчас вам говорю, это же практические вещи. Те, кто хотят свидетельствовать в Израиле евреям, просто вооружайтесь, потому что это реально то, что мы можем использовать в дискуссии. Вообще, я никому не советую проповедовать евреям с позиции Нового Завета и с позиции, как бы, вот на эту такую миссионерскую подачу. Почему? Не работает. Не работает. То есть, вы же не будете ножовкой по дереву врезать стальной лист. Правда, нет? Почему? Не работает. Ну и сестры тоже, когда кушать, готовят, многие вещи не делают. Почему? Потому что кушать никто не будет потом. Понимаете, в обычной жизни нам все понятно. Только мы попадаем на духовную территорию, сразу мы не понимаем, почему. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам о вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Продолжение следует...